Вам забавна еда, да-да-да, не вступитесь, поделитесь, будет счастье вам тогда. Одна из самых ярких площадок, которая открыла День фольклора в Пушкинке – святочные калятки. Сначала ребята познакомились с особенностями святочной недели, традициями, которые зародились на Руси, а затем отправились калядовать. Юные гости библиотеки заглянули в каждый отдел, пели калятки, поздравляли сотрудников с праздником и, конечно же, получили сладкие угощения. Сегодня мы приходили туда, и нам там на телевизоре много всего показывали, песенки, мы там играли, много всего делали. Еще мы танец выучили, калятку повторяли. В каждом отделе библиотеки для маленьких гостей организовали зоны, которые раскрывают все богатства русской культуры. На фольклорных посиделках «Читаем и рисуем» ребята познакомились с бытом русской избы, узнали, как и для чего нужна была печь. Строение из бревен с треугольной крышей, покрытое соломой, пробовали нарисовать, раскрасить, а также собрать из кубиков. Эта секция не оставила равнодушными как малышей, так и взрослых. Деткам показали, как раньше в русской печке готовили пищу. Чегунок им был предоставлен, ухват, они его брали в ручки, чегунок подхватывали и устанавливали его в печку. Также детям показали, как раньше пряли пряжу. С веретеном они познакомились, ниточку пробовали наматывать на веретено. Праздник получился очень удачный и интересный. Еще одна интересная площадка познакомила ребят с русской матрешкой. Секцию организовали не случайно. В этом году сто лет отмечает семеновская матрешка. Малышам показали, как можно играть с ней, развивать мелкую моторику, память и воображение. Расписным куколкам, к примеру, повязывали платочки, что оказалось непростой задачей. Позднее для ребят провели мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский ангел». Смотрите, какая трогательная куколка. В ней столько нежности, чистоты, искренности. И именно с этими эмоциями этих куколок делали раньше мамы для своих деток или бабушки. А детки постарше уже делали их сами для себя, для того, чтобы защитить от всего плохого, что может встретиться на их пути. Для того, чтобы этот ангелочек принес здоровье, счастье, благополучие. И, конечно же, это не просто ангелочек, это ангел-хранитель. В Пушкинке появилась новая добрая традиция – семейные субботы. День фольклора получился настоящим праздником. Малыши приходили в уже ставшие родными стены с мамами, папами, бабушками. Этим мероприятием Пушкинка также открыла год культурного наследия народов России. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.